Это видео записано до сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 17 главы книги Деяний. В этой главе с 1 по 9 стих описывается появление христианства в городе Фессалоники. Апостол Павел, как мы помним, уйдя из города Филиппы, проходит города Амфиополь и Аполлонию, двигаясь на юг Балканского полуострова, и приходит в город Фессалоники. Если мы хотим наиболее полно узнать об истории зарождения христианства в этом городе, то помимо вот этих 7 стихов книги Деяний мы обязательно должны будем прочитать первое и второе послания 100 апостола Павла к Фессалоникицам, которые, кстати, были написаны во время этого же миссионерского путешествия из города Каринф, то есть спустя некоторое время после того, как Павел был вынужден покинуть этот город. Из этих посланий, которые являются самыми ранними из дошедших до нас посланиями святого апостола Павла, мы узнаем, что все-таки, несмотря на то, что проповедь христианства в Фессалониках началась, как это традиционно, синагоги, все-таки большую часть фессалоникийско-христианской общины составляли бывшие язычники. Это видно и по посланиям апостола Павла, в которых есть такие характерные, скажем так, выражения, которые дают нам право так утверждать. И также то, что в этих посланиях апостол Павел, в общем-то, не использует фактически ни одной цитаты из Библии, из Ветхого Завета, что, в общем-то, было странно, если бы он обращался к иудеям, но абсолютно естественно, если он обращается в этих письмах к бывшим язычникам, к христианам из язычников. И вот апостол Павел проповедует, и вот в чем основное содержание его проповеди, что Христу надлежало пострадать и воскресать из мертвых, что сей Христос есть Иисус. Это очень важные слова, поскольку часто мы выражение Иисус Христос воспринимаем как-то, в общем-то, естественно, не задумываясь над подлинным смыслом вот этих двух имен Иисуса Христа. А на самом деле нужно обязательно вникнуть, что же стоит за вот этими словами апостолов. А значит, это очень важный момент, что именно тот Иисус, которым вам проповедуем, он и есть обещанный пророками Христос, потому что Иисусов было много. Но вот что именно вот этот конкретный Иисус, которого мы знаем, которого мы проповедуем, вот именно он и конкретно он есть единственный и обещанный некогда пророками Спаситель Христос, Помазанник. В общем-то, проповедь апостола Павла в Фессалониках сначала имела пледный успех. Некоторые из них уверовали, присоединились к Павлу и силе, как из эллинов, чтующих Бога великое множество, так и знатных женщин немало. Тем не менее, та часть людей, в которые не поверили проповеди апостола Павла, они подняли возмущение против апостолов. Они, поскольку не смогли схватить самих апостолов, они повлекли на суд христианина Иессона, у которого как раз апостолы остановились, будучи в этом городе. И опять, как и в случае с городом Филиппе, обвинения против апостола выдвигаются политические. А именно, они поступают против повелений кесаря. Почему? Почитая царем другого человека, то есть Иисуса. То есть вопрос вероучительный, и спор идет о вере, обвинения выдвигаются именно в нарушении основных законов Римской империи. И, в общем-то, этим людям приписывается уголовное преступление. На самом деле, такое было очень часто в истории христианства и с мучниками первых веков христианства, и с новомучниками русской церкви XX века. для того, чтобы большинство других людей не думало, что эти люди идут страдать именно за веру, чтобы, скажем так, в глазах других унизить их подвиг и сделать их осуждение более, скажем так, легким, человека не судили именно за веру, а приписывали те или иные преступления против государства, как правило, скажем так, именно политического характера. Так что действия гонителей христиан во все времена, они, в общем-то, были одинаковые. И понятно, что, с одной стороны, если ты идешь страдать за веру, и все знают, что идешь страдать за веру, твое моральное состояние, оно одно. Но когда только ты понимаешь, и близкий круг твоих друзей, что ты идешь страдать за веру, а все остальные считают, что ты просто государственный преступник, то, само собой, понятно, что это доставляет дополнительные внутренние переживания и мучения тому христианину, который в данном случае страдает за исповедание своей веры. Поэтому расчет здесь, в общем-то, он понятен и объяснив. Тем не менее, апостолы, они были вынуждены удалиться в город Верия, а сам Ясон, будучи привлечен к суду, как здесь сказано, дав удостоверение городским начальникам, он был отпущен. Вот что это за удостоверение? Греческий текст здесь, в общем-то, более определен. Можно перевести эту фразу так, что городские начальники, получив от Ясона достаточно, отпустили его. Чего достаточно? Либо достаточно объяснений, да, в том, что он, скажем так, ничего противозаконного и апостолы, да, не делали. Либо, как это встречается в некоторых оттолкованиях, в том числе и в цикловных оттолкованиях, речь идет именно о том, что это было достаточно денег. Что имеется в виду здесь? Имеется в виду здесь какой-то официальный штраф, который был заплачен Ясоном за вот, скажем так, проведенные возмущения, да, или это, скажем так, было некая сумма денег передана неофициально. Мы здесь, как бы, не знаем, да, информации у нас для этого недостаточно. Но вот здесь, возможно, вот такие варианты понимания, потому что слово удостоверение, в данном случае употреблено в синодальном тексте, не дает нам понимания того, что же все-таки произошло. В 10-м, с 10-го по 14-й стих 17-й главы описывается пребывание апостола Павла и прочих апостолов, его спутников в городе Верия, который находится несколько южнее города Фессалоники. Как сказано, что здесь жители этого города были благомысленнее фессалоникийских и, в общем-то, проявили определенный интерес к тому, что говорил апостол Павел. Они ежедневно разбирали Писание и пытались понять, а точно ли так учат Священное Писание, как говорит об этом апостол Павел. Вот за это деписатель рукохвалит жителей этого города. Более того, что многие уверовали из эллинских почетных женщин и мужчин немало. Тем не менее, иудеи, которые противились апостолу Павлу в городе Фессалоники, пришли и сюда, и итогом стало то, что народ пришел в возмущение, восстал против апостола Павла, и он вынужден был из этого города отправиться дальше. Он далее путешествует к берегу моря и морским путем отправляется в город Афины, в то время как апостолы Сила и Тимофей на время остаются в этом городе, а в Афинах апостол Павел будет ожидать их пришествия туда. Проповедь апостола Павла в Афинах описана с 15 по 33 стихи 17 главы. Условно можно, скажем так, этот афинский период жизни апостола Павла разделить в тексте на три эпизода. Это первоначальная проповедь апостола Павла в Афинах, дальше его речь в Ариапаге и заключение, как бы, итоги этой проповеди, да, где рассказывается о том, кто обратился ко Христу вследствие этой проповеди апостола Павла. Ну, прежде всего, о чем следует сказать, что апостол Павел, живя в Афинах, он возмутился духом, то есть пришел в смущение, мы можем даже сказать, в некое расстройство при виде этого города, наполненного идолами. Действительно, Афины – это, скажем так, центр языческого мира того времени, это центр греческо-языческой философии, и, конечно, апостол Павел, может быть, впервые, наверное, сталкивается именно с такой концентрацией язычества, да, вот в том городе, который он посещает. Тем не менее, тем не менее, он на площадях и при личных встречах, и в синагоге, общается с людьми, рассуждает с ними о Боге, но, как тут сказано, некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Деписатель Лука говорит нам о том, что, да, вот в этом городе, очевидно, преобладало вот этих, на данный момент, два философских направления – стойки и эпикурейцы. Конечно, может быть, скажем так, наше суждение здесь будет излишне оценочным, но можно сказать, что все-таки стоическая эпикурейская философия, да, несмотря на свои очевидные достоинства и следы, скажем так, стоических мировоззрений, их адаптации к христианству мы можем видеть в трудах многих святых отцов, особенно, скажем так, ранней эпохи, тем не менее, можно сказать, что эпикурейская и стоическая философия все-таки явились поддом некого пессимистического взгляда на мир, особого переживания и трагедии этого мира, его несправедливости, страданий, которые в нем происходят. И в данном случае стоицизм и эпикурейства предлагали каждый свой выход из этой достаточно мрачной картины человеческого бытия. Либо это аскеза и воздержание, да, либо это все-таки поиск в этом мире удовольствия, наслаждения, причем не надо понимать это обязательно в грубом смысле, да, эпикурейцы были склонны вот к общению друг с другом, к жизни некими такими дружескими общинами, и вот в этом общении дружеском они пытались найти удовольствие, счастье, да, опять-таки убегая от часто несправедливых привратностей вот этой человеческой судьбы. И, конечно же, проповедь апостола Павла, она в данном случае вызвала некое недоумение вот представителей этих философских школ. Они говорят, что хочет сказать этот суеслов, да, в греческом тексте здесь употреблено слово «спермологост», которое изначально обозначает, ну, скажем так, разбрасывание словами, как семенами, то есть некое пустословие, некая бессодержательная речь. Кажется, он проповедует о чужих божествах. Возможно, здесь мы видим некую иронию Луки, потому что далее он объясняет, потому что он, то есть апостол Павел, благовествовал им Иисуса и Воскресения. Может быть, эти слова, вот, и Иисус, и Воскресение, вот, Анастасис, они воспринимали как некие имена тех божеств, которые как будто бы проповедует Павел. Но, тем не менее, любопытство, о котором любопытство Афинин здесь взяло верх. Лука говорит, что афиняне же, и все живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить и слушать что-нибудь новое. И вот, несмотря на это, в общем-то, некое противление тому, что говорил Павел, у них есть желание его послушать. Они приводят его в Ареапаг, это место афинских собраний, в том числе проведение судов. И апостол Павел перед этими людьми, как представителями этих философских школ, так и перед всеми желающими произносит свою знаменитую афинскую проповедь. Что здесь примечательно в этой проповеди, которая изложена в стихах с 22 по 31? Что, с одной стороны, мы видим, как апостол Павел, движимый пастырской и апостольской любовью, пытается найти какие-то точки соприкосновения с этими людьми. И он, несмотря на то, что был возмущен, вот, скажем так, тем развитием язычества, которое есть в этом городе, он говорит, «Я вижу, что вы, афиняне, как будто особенно набожны». То есть он их языческое, в общем-то, суеверие называет набожностью. Ну, действительно, это важно, что он не с оскорблением начинает свою речь. Он пытается, скажем так, привлечь их тем, что он видит, даже пусть с его точки зрения, в их заблуждении, все-таки нечто доброе, стремление к Богу. Вот так действует настоящий пастырь и настоящий миссионер. Дальше. Даже языческие храмы он называет «ваши святыни». Более того, он упоминает о неком жертвеннике, посвященном неведомому Богу. Но мы прекрасно понимаем, что этот жертвник неведомому Богу был, опять-таки, посвящен языческим божествам, просто боясь не почтить какого-либо Бога, афиняне и соорудили этот жертвенник. И тем не менее апостол Павел говорит, что вот этого именно неведомого вам Бога я вам и проповедую. Кто-то скажет, а не лукавит ли здесь апостол Павел? Не говорит ли он то, что не думает на самом деле? Можно, конечно, придать и такое объяснение словам апостола Павла, но мы помним его слова, которые он говорил. «Для всех я старался быть всем, чтобы спасти хотя бы некоторых». Точно так же, как он иногда демонстративно соблюдал иудейские обряды, чтобы не оттолкнуть от себя иудеев, чтобы не лишить их совершенно возможности обращения ко Христу, точно так же он и на словах проявляет уважение к той религии, которую исповедуют афиняне. чтобы они увидели в нем человека, который, прежде всего, ну, как минимум, если не любит, то уважает их. И действительно, вот так поступает всегда настоящий пастырь, желающий привлечь этих людей к истинной вере, указав на то, что хорошо в их мировоззрении, а потом указав, что в этом и есть неправильного. И какую альтернативу здесь может предложить Евангелие. Дальше апостол Павел излагает учение о так называемом естественном богопознании. Да, есть богопознание, которое мы имеем через непосредственно прямое божественное откровение, но есть и познание Бога через окружающий мир, через окружающую действительность. Бог, по мысли о поводстве Павла, сотворил весь мир. Все-таки, мне кажется, не лишним будет сказать, что все-таки у язычников не было учения о сотворении мира, по крайней мере, в том виде, в каком исповредует это библейское учение. Поэтому уже апостол Павел, в общем-то, сначала проявив на словах некое уважение к своим слушателям, он начинает говорить то, что на самом деле входит в разрез с их мировоззрением. Более того, что оказывается, этот бог, который он проповедует, он бог неба и земли и не живет в храмах рукотворенных. Еще один момент, который входит уже в противоречие с языческим мировоззрением его слушателей. Более того, что оказывается, этот бог не требует служения человеческих рук, потому что ни в чем от людей не нуждается. Наоборот, он сам дает всем и дыхание, и жизнь. И вот интересно, что здесь апостол Павел повторяет свою мысль, сказанную во время проповеди в Листре. Там он говорит, что Господь попустил всем народам ходить своими путями. А здесь говорит, что распространил весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив времена и пределы их обитанию. Мысль та же самая, но выраженная другими словами. И вот для чего же Господь поселил людей на земле? Чтобы они искали Бога. Оказывается, Бога можно найти. А как? Не ощутят ли его и не найдут ли его? А почему его можно найти? Потому что Бог недалеко от каждого из нас. Мы им живем и движемся и существуем. То есть само человеческое существование уже открывает для человека путь к Богопознанию. Даже без пока еще сверхъестественного божественного откровения. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Здесь мы вновь видим, как апостол Павел пытается говорить на языке, понятном для афинян. И цитирует он естественным образом не священное писание Ветхого Завета, а писателей, известных этим людям. Это цитата из произведения так называемого арата-певца или арата-поэта, который, кстати, был из города Солы, который находится на северном побережье Кипра. Может быть, апостол Павел во время первого миссионерского путешествия на Кипре как-то познакомился с сочинениями этого человека. Это цитата из произведения, которое называется «Явление». И, в общем-то, это произведение имеет астрономическую тематику. Но, скажем так, будучи язычником, арат начинает рассуждение в этом своем произведении именно с рассуждениями о Боге, а именно о Зевсе. Я сейчас в неком вольном пересказе приведу рассуждение арата. Это первые, в общем-то, строки этого произведения. Он считает, что необходимо все начинать с Зевса, с обращения к Зевсу, потому что Зевс, он всегда на устах у нас, мы всегда призываем его в помощь. Зевс везде, он на улицах, на площадях, в морях и в пристанях. То есть, Зевс вездесущий по мысли арата-певца. Мы все и везде обращаемся к Зевсу. И дальше идет та цитата точная, которую воспроизводит апостол Павел. «Ибо мы его и род». То есть, мы продолжение в Зевсе. Мы его род, мы родные с ним, мы близки к нему. Это мысль арата. И вот, как интересно, апостол Павел использует ее в своей проповеди. В общем-то, фактически апостол Павел слово «Зевс» заменяет на слово «Господь». И вот эта мысль о единстве людей с Зевсом в устах апостола Павла становится идеей о единстве людей с Богом. И, следовательно, раз мы с Богом едины, раз мы близки к нему, значит, и мы можем его познать. Значит, нет оправдания, в общем-то, атеизму. Но, тем не менее, сейчас наступили какие-то иные времена. Апостол Павел говорит, ныне закончились времена неведения. Неведение чего? Истинного знания о Боге. Да, раньше, до пришествия Христа, люди ходили своими путями и искали Бога каждый как мог. И в любой степени находили Его. Но эти времена закончились. Наступило какое-то определенное время, когда человек должен сделать выбор. Потому что Бог ныне повелевает всем людям покаяться. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную». Нужно покаяться, будет суд. А кто будет судить? Определенный от Бога муж, то есть человек. Кто? Иисус Христос. А почему Он имеет право судить людей? Потому что Он подал удостоверение всем, Бог подал удостоверение всем, что Он может судить людей, воскресив Его из мертвых. Примечательно то, что апостол Павел не называет в этой пробоведи Иисуса Богом. Еще Святой Златоуст заметил, что апостол Павел почему-то назвал Иисуса в этой пробоведи просто человеком. Но, как объясняет святитель Иоанн, сделал это намеренно, примиряясь к мировоззрению, к пониманию своих слушателей, которые не все сразу правильно могли понять и принять. Если угодно, это такой миссионерский ход апостола Павла. И вот мы видим, что с одной стороны, он весьма расположен к своим слушателям, он и хвалит их за что-то, он и цитирует, в общем-то, знакомые им тексты, но там, где проповедь требует четкости, определенности и недвусмысленности, он об этом смело говорит. Но и почему-то его проповедь, в общем-то, воспринимается не совсем благоприятной в услушателями. Когда он стал говорить о воскресении из мертвых, люди стали насмехаться, а другие говорили об этом послушанию тебя в другое время. Но мы можем догадываться, почему идея воскресения плоти, она не была принята этими людьми, и, как мы помним, эта аудитория состояла, по большей части, из эпикурейских стоических философов. Все-таки тело, согласно мировоззрению вот этих философов, это все-таки некий источник боли, источник страдания. Если говорить о стойках, это источник, в общем-то, человеческого несовершенства. И поэтому воскресить вот это несовершенное и страдающее человеческое тело, в общем-то, по мысли вот этих философов, было бы, наверное, неправильно. Это значит, дальше обречь себя на вот это тягостное бытие в теле. Хотя понятно, что апостол Павел, говоря о воскресении, имел в виду наступление для тела человека, некой новой, преображенной жизни, вне боли, вне смерти и вне страданий. Но есть то, что есть. Тем не менее, несмотря на вот такую, скажем так, несколько неприятную реакцию, итог у этой проповеди был. Павел ушел от них. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. И даже сообщаются имена этих людей. Дионисий Ареопагит, то есть член того самого Ареопага, который заседал в этом месте, женщина именем Дамарь и другие с ними.